За 2017 год на четвертом Рудоуправлении достигнуты рекордные показатели за всю историю его работы. За 12 месяцев было добыто более 19 миллионов тонн руды, а это на 20% больше аналогичного периода 2016 года. Впервые в истории Рудоуправления сразу пять бригад выдали на гора по миллиону тонн руды за год. Это труженики лавы номер 7 под руководством бригадира Евгения Громыко, лавы номер 14А2 под руководством Дмитрия Серякова, лава номер 13А бригадир Николай Калацкий, лава Б8 бригадир Олег Вечер, лава Б2-2 бригадир Дмитрий Михалиня. Эта бригада уже повторно выдала более 1 миллиона тонн руды. Заслуженным работникам поздравления, почести, подарки и аплодисменты зала. Были отмечены также заслуги лучших проходческих комплексов, которые внесли важный вклад в общий успех. Я хочу поздравить свой коллектив в лице тех бригад и тех людей, которые являются, скажем так, нашим брендом уже, и тех людей, которые знают и даже общественность, и те, кто впервые достиг определенных успехов. Просто хотел бы сказать всем спасибо всему нашему коллективу, всему абсолютно, потому что те достойные миллионы тонны, конечно, могли быть сделаны только нашим совокупным трудом. Значимых результатов в 2017 году добились не только горники, но и обогатители. Впервые за свою историю рудоуправление выпустило трехмиллионную тонну концентрата. Колейные удобрения были экспортированы более чем в 50 стран мира. За достижение высоких производственных показателей лучшим работникам сельвенитовой обогатительной фабрики вручены грамоты и подарки от руководства и профсоюзов предприятия. Больших успехов в 2017 году добился и самый молодой коллектив – цех мембранного электролиза. Он освоил выпуск 23 видов различной продукции вместо запланированных 7. Проектные мощности установки освоены на 102,5%. Лучшие работники цеха удостоены наград. Хочу поблагодарить всех за работу по итогам 2017 года. Хочу сказать, что и 2018 год мы начали очень даже хорошо. Нам доведены планы на январь месяц по минеральным удобрениям 300 тысяч. Это та цифра, которую тоже ни разу в управлении не выполняло. Но я уверен, что мы по итогам января эту цифру обязательно выполним. В числе тех, кто причастен к успеху четвертого рода управления – активные участники общественной жизни. Это работники, которые успевают не только выполнять производственные обязанности, но и участвуют в культурно-массовых, творческих и спортивных мероприятиях. Люди, которые целый год трудились, трудились напряженно, на мой взгляд, заслуживают того внимания, в первую очередь, которое им оказано, руководством за те успехи, которые они в течение года сделали. Конечно же, немалую роль в том, что мы достигли таких результатов, есть и те финансовые вложения, то внимание, которое оказывает к четвертому роду управлению общества. Потому что в нас вкладываются деньги в объекты капитального строительства, в нас вкладываются средства в модернизацию. И естественно и закономерно, что эти деньги мы осваиваем и на выходе имеем те результаты, которые на самом деле в прошлом году были очень высокие. Поэтому это и труд людей, и надежная работа оборудования, и освоение тех финансовых средств, которые в нас вкладываются. В таком формате подведение итогов работы за год на четвертом роду управлении организовали впервые. Возможно, в дальнейшем такие праздники станут доброй традицией. Редактор субтитров А.Семкин